Вроде бы вот так вот нормально, а похуй, продолжаем мы снимать все в нашем новом формате, где я сел, там и разговариваю, блять. Ребятки, всем привет, мы находимся сейчас в царстве крепких кальянов, и именно здесь я решил снимать данный выпуск. Выпуск у нас сегодня будет про продукт, вот про вот такой вот продукт, не та пачка, про вот такой вот продукт под названием Aircraft. Про него я сегодня расскажу, наверное, много, потому что это за последнее время тот самый продукт, который меня прям зацепил. Когда я его первый раз покурил, я такой прям, чего, блять, как так? И я примерно придумал ему формулировку, это продукт нового уровня, так сказать, сейчас объясню вам все. Новая ступенька, ступенька не открытого. Кто помнит, я когда-то говорил, что наша кальянная культура движется в таком темпе, вот что-то новое придумывается, все это все обкуривают, это становится нормальной, и на этом культура стопорится. Потом кто-то делает что-то новое и интересное, и как бы культура пошла дальше. Вот именно этот продукт Aircraft, это новая ступенька, которую я примерно могу описать. Смотрите, это сигарный лист, это сигарное сырье, это прям вот не для всех, для всех, это, так сказать, для взрослых людей, а для взрослых мальчиков, кто любит что-то посерьезнее, поинтереснее. И что-то прям вот охуенное, охуенное. Короче, смотрите, есть сигарный лист ВТО, да, их продукт, это так уже попса, это прям попсуха-попсуха, которая, мне кажется, себя немного изжила. Считаете ли вы так? Напишите в комментариях, что вы вообще думаете про ВТО. Потом идет бонч. Бонч вроде бы попсовый, но при этом он сохраняет немного такую идиллию любителя, знаете, вот, который покурит. Допустим, я из бонча предпочитаю базу и оливки, а вот все остальное, что идет с аромочкой, это уже как бы, ну, больше вот к массе. Потом идет сатир, который, в принципе, не очень популярен в массе. У него есть, грубо говоря, свой клуб любителей, есть своя ячейка в нашем обществе, сатировцы, да, возьмем так их. И как бы на этом закончилось все. Такие табаки, как Кракен, что-то еще я пока не беру, потому что они новые, и, в принципе, про них-то нечего даже рассказать. И вот появляется Aircraft. Я вначале к нему относился скептически. На стенде, на выставке Джон Кальяна Фест летним, у них был крутой стенд, но я к нему не подошел. Алло, Дашунечка, я обзорчик снимаю. Я тебя сейчас досниму и перезвоню. Хорошо, малышка? Ага, давай. Был крутой стенд с вентилятором, типа, двигателя от самолета. Я к нему не подошел, потому что как-то подумал, что это какая-то залупа. И, типа, не подумал, что туда надо подходить. Потом же я узнаю, что Aircraft это что-то на табачном, на сигарном листе. И мне стало интересно. Соответственно, в Ростове в доступе этого продукта нет. Я написал производителям, говорю, ребятки, блядь, дайте попробовать, что у вас там, чтобы, блядь, окончательно убедиться, что это, нахуй, не залупа, блядь, от самолета. Оказалось, что не залупа. Так вот, Aircraft. Следующая ступень. Это когда ты куришь и понимаешь, что ты не ребенок, блядь. Ты уже взрослый, состоявшийся курильщик и, можно даже сказать, эксперт. То есть, если ты считаешь себя кальянным экспертом, блядь, кури Aircraft, нахуй, блядь, это сто пудово. Короче, здесь есть ароматические линейки, но мне кажется, что именно вот эти ароматы, они, блядь, сделаны, типа, чтобы хоть кто-то это попробовал, понимаете, чтобы, блядь, хоть кто-то купил и попробовал. И после того, когда ты, типа, такой, блядь, сибирский джем, сибирское варенье, такой покупаешь, думаешь, ебать, сейчас покурю Пинкмана, такой. Затягиваешься и думаешь, Пинкман, иди нахуй. Почему? Потому что это в край охуенно. Это следующая ступень. Следующая ступень. Потому что, по моему личному мнению, по моим личным предпочтениям, аромка здесь посредственная. Она не имеет роли вообще. Потому что аромки хватает только на первые, наверное, там 20 минут прям яркости. А потом, за эти 20 минут, ты понимаешь, насколько охуенное сырье, блядь, насколько это охуенно курится. И ты думаешь, это пиздато. Это прям надо курить. И я уже почти скурил весь Эйркрафт. И по-любому этот обзор должны будут посмотреть Эйркратовцы. Я вам скажу, ребятки, высылайте еще. Пожалуйста. Я не распробовал, блядь. Вот я не распробовал. Пацаны, вот Станжа, свидетели. Я не распробовал. Я хочу еще раз прокурить. В целом, если брать по вкусам, я вот здесь собрал, из того, что мне присылали, я сделал себе топ-5. Это китайский лимон. Это прям цедрочка, прям сочненькая. А второй вкус, это сибирский джем. Это варенье. Оно прям, ну, реально прикольное. Это у нас, блядь, сука, ты с названием вырезал картинку. Короче, какой-то киви. Очень долгое название. Вкус киви. Это мексиканская гуава. То есть, гуава это нечто. Такой гуавы я вообще не пробовал. Она прям суперская. Я прям реально сейчас рассказываю на эмоциях. На самом деле, давно не было настолько эмоционального обзора, потому что, ну, этот продукт прям вызвал какое-то прям наслаждение. И калифорнийская кола. Кола прям в самый раз. Короче, это новый формат, как вы поняли. Да, где сижу, там и пизжу все одним кадром. Нихуя вообще вырезать не буду. Даже то, что мне позвонила Даша. Все это буду оставлять. Так живненько, хорошо все шумят. Так вот, а если ты хочешь попробовать что-то новое, узнавай в ближайшем магазине, где продается Aircraft. Покупай абсолютно любой вкус, который тебе понравится из того, что ты хочешь. И пробуй его. Но не бросай это дело на первых 20 минутах. Дай твоему организму, твоим рецепторам понять, что это такое, что это из чего. А лучше всего, конечно же, вначале посмотреть этот обзорчик, а потом уже, собственно, пойти и покупать Aircraft. Не бойтесь, что здесь сигарное сырье. Ребятки, это не настолько крепко. Учитывая, что я в последнее время вообще не фанат крепкого. Ребятки, Станжа сейчас тоже это подтвердят. Вполне спокойно курится. Единственное, что крепость здесь можно регулировать количеством углей. Поэтому не накидывайте много. Прогрейте на 4, курите на 3. Советую начать все же не с фольги для первого раза, а, наверное, на привычной вам колодке. Это я просто перегрел его, потому что сижу и с вами здесь пищу. Поэтому Aircraft вполне достойный продукт. Топ-5 вкусов мои есть. Есть еще куча других вкусов, которые, возможно, вам тоже могут понравиться. Просто это тот самый топ-5, который нравится мне. В принципе, все, я думаю, прям идеально расписал, что касается этого продукта. Поэтому это Aircraft, это Танжирс Лаунж Ростов-на-Дону. Если ты будешь в Ростове и захочешь покурить что-то мощнецкое от вот этих вот ребят, я не знаю, в фокусе ты или не в фокусе. Всегда в фокусе.